всем здравствуйте кто к нам присоединился где у нас комментарии есть так всем добрый день здравствуйте с вами на связи город ростов-на-дону и я инструктор наталья как люгина которая работает школе екатерина мирошниченко городе ростове-на-дону уже сказала да повторяюсь пытаюсь настроить камеру чтоб нас было видно и слышно так добрый день о со мной поздоровались значит вероятно меня слышно и видно девчат значит сегодня проведем такой незатейливый мастер-класс в котором ну мы сделаем такой знаете переходящий вариант дизайна от осенних к новогодним значит я принципе вот все перед собой положила забыла и одно единственное это взять фольгу потому что сегодня речь пойдет про фольгу про фольгу которую мы будем отпечатывать и украшать практически делать царь ногти ногти царь царь ногти значит что нам сегодня для наших дизайнов потребуется давайте вот так вот повыше подниму я думаю что бросится всем в глаза то что мы вот соединили в этих дизайнах я соединила в этих дизайнах короче обыкновенный цвет viva magenta 423 номер что-то мы до него подавно про него не вспоминали а вот и значит что-то такое красненькая поярче а то мы все делали пастельные оттеночки там осень в пастельных каких-то оттенках осень с такими там спокойными цветами осень в таких а вот сегодня давайте такой кричащий до вариант 423 тут все с нами здороваются и персональные всем привет привет девчат значит viva magenta значит вышла довольно таки уже давненько давненько уже этот герлочок есть работе в мастеров те кто следит за герлаками которые выпускает компания ими вот значит viva magenta да ну не знаю виват виват да здравствует наверное не знаю у меня такой хороший английский будем красиво говорить viva magenta вот и будет казаться что мы тут вообще супер-пупер короче знаем иностранные языки хотя на самом деле вот такой красивый яркий цвет мадженты вот значит вот нам опять я тут поднимаю так периодически это все время нервничаю переживаю поднимаю глаза смотрю на экран читаю комментарии всем доброго я столько позитива столько энергии в голосе натарчики почаще бы она входил фир заряжаюсь от нее ларис спасибо большое на самом деле мне кажется в моем голосе прям слышно реально что господи сколько лет уже сидит там в прямых эфирах на выставках участвовал и так далее все равно перенит не перестает как бы нервничать и от этого говорит какие-то совершенно несуразные слова но на самом деле здравствуйте танюш вот танюшу да вот все я вас вижу все буду спокойно я загадала если татьяна владимировна выйдет с нами вот здесь вот в эфир все будет хорошо значит сколько лет уже все это дело длится и все равно я очень сильно переживаю но работу никто не отменял работать надо итак все значит четыреста двадцать третий номер viva magenta и у нас такая тема интересная в нашем задании стоит до осени что там в цвете и viva magenta замечательно так я прошу прощения я забыла выключить телефон кто-нибудь обязательно в прямой эфир как позвонит или позвонит так мы сейчас его выключим все выключили так и девчат я очень долго думала чем бы соединить этот свет четыреста двадцать третий с белым уже соединяли много раз черным это уже тоже немножко затерта вот пыталась не знаю с пастельными оттенками соединить но что-то как-то все не зашло и я вот что-то вспомнила о том что у нас есть гель-лаки кошачий глаз и мы давно про них не вспоминали и вот попробовала значит и зеленым понятно что не пошло бы сразу изначально но вот думала что magenta соединю 436 436 номером синего цвета да и с золотым пробовала 438 цветом это все кошачьи глаза да то есть как бы кошачий глаз может быть у вас какие-то другие сочетания ну цвета 434 цвет 433 цвет видно это вот как цвета кошачий глаз но вот попробовала синим как будет что-то так ну прикольно в принципе так на разности цветов интересно можно сыграть но золото и золото просто у нас такой немножко ядовитый золотой цвет и как-то мне не очень зашел вот но перепробовав короче все цвета кроме зеленого зелеными пробовала решила что сразу не алё а вот 435 цвет вот он мне прям зашел зашел короче получилось прикольная такая знаете вставка такая интересная она вроде бы и разный цвет да но в то же время прикольно сочетается ну а в золоте как положено в городе ростове на дону дорого-богато золотом вообще замечательно получилось не знаю по крайней мере мне нравится на всех пальцах я бы не стала этого делать конечно никому бы не желала этого сделать на всех пальцах это можно мне кажется не знаю глаза вываляться за четыре недели до коррекции вот поэтому как бы считаю что на одном пальчике прикольную вставку можно сделать и так значит что мы сделаем в результате значит на просушенную базу на просушенную базу мы с вами будем наносить цвет я сейчас одену перчаточку хотя бы на одну руку да для солидности для солидности так и чуть-чуть нам нужно увеличить и так 423 viva magenta да такой яркий такой не знаю можно даже сказать малиновый да какой-то такой оттенок цвета хотя у каждого будет свое какое-то восприятие и мы на весь ноготь на просушенную базу цвет ложится очень плотным слоем поэтому достаточно будет для такого дизайна фон нанести тонким тонким очень тонким слоем просушиваем в течение 30 секунд так теперь дальше ну не знаю обычно под кошачий глаз делаю черную подложку да я считаю что мы сегодня будем не будем делать исключение тоже сделаем черную подложку причем я приготовила себе на столе черный тюльпан гелевую краску знакомы же наверно с такой краской черный тюльпан black tulip эта краска на которую очень шикарно отпечатывается фольга фольга у нас сегодня еще будет работа с фольгой да значит и не стала заморачиваться мы сейчас вами воспользуемся черной гелевой краской для того чтобы сделать тонкую подложку ну во первых потому что гелевая краска в любом случае ложится намного тоньше чем любой гель-лак ну вот поэтому как бы я думаю что мы как раз таки секундочку кисточку возьму значит под ложечку сделаем на самом деле можно сделать гель-лака можно сделать гелевой краской потому что это материал в принципе для покрытия вот и значит получается у нас следующим образом взяла чуть-чуть гелевой краски девчат можно гель-лаком это не принципиально важно просто его приготовила себе черную гелевую краску и пытаюсь сотворить ей какое-нибудь чудо так и теперь мне нужно тоненько-тоненько до нанести черный цвет и чем тоньше я это сделаю тем лучше если гель-лак или гелевая краска ляжет с какими-нибудь там пробелами ничего страшного на самом деле да сказала наташа и начала поправлять да ну чтобы не сильно позорно было на экране все вот тонко 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 гель-лак конечно в разы ляжет толще но в любом случае кому что больше нравится тут тем и делает и так черная гелевая краска черный тюльпан просушиваем так теперь нам потребуется конечно же магнитик до для кошачьего глаза и вы знаете тут вот буквально готовилась опять же к прямому эфиру поковырялась нашла старый магнитик тут вот прямоугольник а здесь у меня вот кружочек например есть можно воспользоваться в и кстати знаете неожиданно для себя понравилось больше чем прямоугольничек так ну и теперь вариантик так еще раз повторю беру 435 мне почему-то как-то вот больше всех этот цвет понравился в сочетании с нашей маджентой так наносим тоненьким слоем не надо толстым потому что да тут еще всякие метаморфозы будут сверху в плане там промежуточных этапов и так далее поэтому все время буду говорить вам о том что старайтесь все вот эти декоративные вставки до наносить очень тонким светом поэтому и черный цвет я взяла гелевую краску для того чтобы было тоненько так просушивание твой господи как же мы просушиваем же нужно сначала сюда магнитик поднести правильно так распределили очень тонким слоем и вот я уже сказала что я мне понравилась тема с кругленьким магнитом аккуратно поднесу резко уберу и просушу такой знаете как космос прям вселенная так теперь добавим работу с фольгой значит и основа который мы сделали четыреста двадцать третьим номером до viva magenta и с кошачий глаз 435 номер они конечно же с липким слоем девчат поэтому мне нужно будет перекрыть промежуточным этапом до будет являться покрытие топом без остаточной липкости то есть сейчас мы с вами покроем ноготочек топом без остаточной липкости и уже потом продолжим работу с фольгой значит что мы можем вас под чем мы можем воспользоваться ну конечно же teclas teclas у нас топ глянцевый топ без остаточной липкости значит будем наносить очень очень тонким слоем очень тонким слоем всегда буду говорить об этом потому что но все дизайны связаны девчат конечно же с многослойностью два слоя гель-лака это конечно когда однотонное покрытие если мы выполняем какой-то дизайн именно технический до какой-то дизайн конечно же придется перекрывать где-то и конечно же покрытие будет несколько толще да чем просто бы вы покрыли цветом или просто бы если вы нарисовали френч значит teclas вы просушиваете минутку а лучше две и обязательно перед тем как мы начнем рисовать и отпечатывать фольгу перед тем как я читаю вопросы перед тем как отпечатывать фольгу мы конечно же поверхность забафим бафиком я сейчас пока сохнет мой teclas значит читаю здесь обучение маникюру ага почему у меня teclas проплешинами ложится ну очень трудно конечно сейчас как бы вот так вот сходу значит 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 она получается проплешина да как будто вот зажиренная поверхность получается вы наносите teclas он как бы дырками рвется да можно в принципе обратиться туда где вы покупали поменять это может быть и технологии изготовления какой-то сбой был то есть надо просто как бы попытаться попробуйте вытереть допустим липкости нанести teclas да будет после этого рваться или нет вот но в любом случае можно обратиться в то место где вы покупали из претензии и вам обязательно обменяют товар так но у нас как бы просох teclas да и мы с помощью бафика забафили поверхность объясню почему я это делаю значит нужно снять глянец поверхности teclas девчата почему потому что teclas это гель-лак гель-лак это мягкий материал пористый и если например вы его немножечко там не досушить и вроде бы он и без липкого слоя да вроде бы все хорошо но за счет того что он мягкий пористый на него все равно может отпечататься где-то небрежно фольга а если я хочу чтобы работа была аккуратненько если я хочу что фольга отпечаталась только туда куда мне нужно поэтому мы берем с вами бафик бафим поверхность и обязательно с помощью обезжиривателя убираем пыль с поверхности нашей ногтевой пластины значит не потому что мы вытираем какую-то липкость а просто потому что убираем вот эту пыль да не нужно все и вот теперь поверхность готова к тому чтобы мы нарисовали рисунок и на потом уже отпечатали на этот рисунок фольгу так какой кисточкой будем пользоваться ну конечно опять дробь 0 линеарная это может быть белая синтетика это может быть черная синтетика вот но так как мы будем рисовать черной гелевой краской черный тюльпан значит я возьму кисточку которая черная синтетика она лучше держит форму она чуть длиннее на чуть жестче и линии так думаю в результате будут тоньше так значит ну что мы можем взять можем просто границу отбить например да фольгой можем добавить какие-нибудь завитушки можем добавить просто линии вот сюда на поверхность нашей вот этой капли которую мы сделали с помощью скажите чего с помощью гель-лака кошачий глаз да и так я возьму черную гелевую краску черный тюльпан вы знаете как бы эта краска была самая первая которая вышла в компании эми это конечно было много лет назад вот и ну это как бы во все дизайны вот екатерина мирошниченко это конечно краска вот такой знаете эффект бомбы произвела потому что до появления компании эми мы работали на материалах синай и головной был офис в красно в краснодаре и там мы пользовались гелевыми красками там тоже был черный гель назывался он уголь и для сон так в сравнении с черным тюльпаном уголь мы сушили 10 минут и потом отпечатывали фольгу так тонко конечно как черный тюльпан уголь не рисовал это было был был более жидкий гель более жидкая гелевая краска вот но фольга отпечатывалась но только нужно было просушить гель в течение 10 минут вот а за 10 минут знаете она еще и растекалась поэтому в как бы было не очень удобно но мы даже начинали как бы на этом геле делать а потом появился черный тюльпан это конечно был такой знаете прорыв как это сейчас бомба хлопушка петарда да вот и мы сушили его если например лампа новая то достаточно просушить 30 секунд если лампа уже бушная ну ста уже изношена уже вы на ней работаете вот с ней дружите много лет тогда просушите черную гелевую краску одну минуту совершенно будет не хуже вот поэтому я взяла черную белевую краску черный тюльпан знаете вот я это самое тоже вот есть же у нас онлайн платформа да на которой как бы девчонки проходят курсы вот онлайн да обучение у нас как бы существует вот и как бы вот когда вижу что фольга не очень хорошо отпечатана я как бы стараюсь быть немногословно если работа классная пишу отлично молодец если работа вообще ну кайфовая знаете вот прям вот с лету зачем лишние слова я думаю что девчонки тоже видят что хорошо а вот если как бы не очень хорошо отпечатана фольга или очень хорошо все это сделано пишу о том что надо обратить внимание на тут она то-то вот и часто пишу одну и ту же фразу что очень часто качество дизайн дизайн зависит от качества используемых материалов в работе это очень важно потому что ты вроде бы классно рисуешь что вроде бы все классно делаешь и быстро и хорошо а материал вот такой вот где-то недосыхая где-то там очень жирная дисперсия где-то цвета не хватает и так далее вот я не потому что там пытаюсь хвалить там компанию там ими конечно я ее люблю живу здесь много лет но как бы можно не изобретать велосипед понимаете там купить флакон допустим гирлака за 600 рублей да или за 700 рублей вроде бы сторону экономия но с другой стороны сэкономила качество плохое и никакого удовольствия от этого просто не получаешь так ну я пока болтала мне не очень удобно на самом деле как бы можно было и потоньше нарисовать ну я думаю что может быть вы лучше меня сделаете если попробуете сейчас самое главное нам отпечатать фольгу я так линии накрутила на нашей капельки девчат буду сушить одну минуту потому что у меня здесь классе очень изношенные конечно лампы потому что мы с ними постоянно работаем вот и пока сохнет одну минуту моя черная гелевая краска я потихонечку сделаю еще один вариант потому что мы можем с вами закончить как в новогоднем стиле уже так и в осеннем стиле смотря что вы добавите на этот фон будем считать что этот фон такой знаете довольно таки универсальный то есть по большому счету можно например прикрепить потом сюда какие-то уже такие вот снежинки с камушками будет вариант такой новогодний а можно допустим продолжить прикреплять какие-то золотые веточки это будет продолжение нашей осени а вообще можно ничего не прикреплять прикрепить какую-нибудь надпись какого-нибудь шармикончика да и в принципе она дополнит картинку и все на этом как основной цвет нанесла так и опять же черная гелевая краска отделю кусочек будет такой знаете королевский ноготь вот так вот аккуратненько раз на аккуратненько это тонко-тонко ложится гелевая краска черный тюльпан раньше все работали гелевыми красками потом уже у мастеров появилась в работе гель-лаки и сейчас уже никто особо не заморачивается только гель-лаком и посвящается свое время хотя на самом деле я считаю что гелевые краски это конечно супер-пупер материал ложится тонко цвет плотный так но мы с вами а мы с вами отпечатаны это я это зависаю под а ну давайте так как мы отпечатываем фольгу девчат большим пальцем нажимаем поддержали как погода как природа оторвали да значит смотрите на фольгу очень важный момент видите вот у меня все отпечаталась конечно через минутку просушки черный гель сушила одну минуту смотрю с этой стороны и с этой стороны видите все сухо и чисто так вот если здесь оставь будет оставаться у вас жирный след то значит гель просто не досох и нужно конечно же взять и досушить черную гелевую красочку и тогда будет все хорошо вот смотрите отпечаталась вот только на рисунке да а весь остальной ноготь вся оставшаяся часть ноготочка осталась конечно же чистенькой вот значит по поводу фольги да фольга бывает фольга ну глянцевая голографическая матовая фольга если допустим кто-то работает на материалах ими есть два варианта золотой фольги это фольга желтое золото и благородное золото это вот два именно два наименования фольги которые отпечатываются и идеально и если вы будете печатать на черный тюльпан фольга отпечатывается очень хорошо а давайте допустим вопрос как будто мне вы задаете а если я не хочу на рисунок если я хочу на фон отпечатать фольгу на какой гель лучше всего отпечатывать девчат лучше всего если вы хотите отпечатать фольгу на фон то вы просушиваете цветное покрытие наносите сверху слайдер топ это гель с липкостью слайдер топ сушите одну минуту и отпечатываете фольгу на фон то есть получается ну если хотите конечно сплошняком отпечатать принципе можно потрудиться отпечатать сначала закрываете весь центральную часть ноготьевой пластины потом по бокам вот раньше был гель опять же кто вот с нами давно прин код гель был такой гель который тоже сушили также как черную гелевую краску черный тюльпан и отпечатывали фольгу вот теперь мы вычислили что на слайдер топ тоже хорошо фольга отпечатывается вот поэтому если нужно на фон отпечатать то лучше всего на слайдер топ а если вы хотите отпечатать фольгу на рисунок тогда на черный тюльпан который вы сушите тоже одну минутку можно вот сюда да немножечко подвинуть вот эту капельку вот так пусть будет так кругленькая так пока сушится таня спрашивает а вам понравилась новогодняя коллекция будете с ней эфиры показывать и когда по поводу новогодней коллекции рояль в кустах называется гелевой краски да уфу простите гель-лаки да которые относятся к алексе новогодней коллекции tight of life видно а где у нас тут какие-то треугольнички такие интересные значит 6 цветов 6 цветов до номера номера сейчас вот так повернем это я выкрасила буквально вот вечером номера с 456 456 457 458 459 460 461 значит все эти гель-лаки девчат с отражающими частичками до светоотражающими убираю в сторону лучше вот наглядно наглядно ой и затесался сюда какой-то по соседских какой-то забрел так 60 60 50 61 вот эти новогодние краски гель-лаки девчат 456 457 круче я запуталась начинается 456 456 такой самый темный 457 такой же розовенький видно 458 459 кстати как-то темно выглядит он намного светлее на самом деле так 60 и 61 мерцающие красивые конечно же как бы как ну как вот принцип нашей работы да выходит какой-то новый материал и мы конечно же делаем с ним какие-то варианты конечно будем делать конечно потому что и декорации же тоже новые вышли и я принципе сейчас задействую какой-нибудь значит смотрите это новогодние вот такие вот штучки-дрючки как-то слышала такую версию очень одно по одному одно по одному слушайте а новый год и елка с дико это с гирлянда это не одно по одному мне кажется это точно такое же одно по одному как и вот эти декорации точно так же как любая атрибутика до новогодняя мне кажется то есть даже особо там париться не надо потому что принцип один и тот же вот поэтому конечно же вы с выходом новых вот этих вот слайдеров nail crust объемные картинки да и здесь объемные картинки здесь объемные картинки и новой коллекции новогодние мы конечно же тоже будем проводить эфиры посмотрим начнем может со следующей недели посмотрим как мы по задание получим да вот и сразу же начнем действовать а пока продолжим работу с маджентой так так значит что возможно например сюда помните мы на т-класс да на т-класс у него же дисперсия присоединилась к трансляции красота ой-ой-ой надо вернуться срочно вот простите имени нету обучение маникюр педикюр да так спасибо у него же дисперсия что вы имеете ввиду что вы имеете ввиду не знаю как ответить присоедини так а гель краски но в новом году будут ой-ой девчат вот насчет этого что-то я немножечко не знаю может быть на менеджеры подскажут в трансляцию кто смотрит контролирует нас может быть нам подскажут скорее всего все таки на гель лаках наверное будет ограничение но там выйдут новые материалы тоже довольно таки интересные тоже по типу гелевых красок ну в любом случае будем смотреть за анонсами за рекламой следите проводить прямые эфиры так вот еще раз меня прям совесть мучает что я не сразу увидела вопрос и нету имени обучение маникюру педикюру вы спрашиваете у него же дисперсия про что вы имеете ввиду скажите ладно я тогда пока сюда вернусь так ну девчата как можно закончить можно взять опять же не буду даже вот конкретно может быть кому что больше нравится в прошлом году выходила такие осенние шермикончики с листочками можно например сейчас вот сюда куда-нибудь прилепить веточку веточку так вот и загнуть вдоль какую-нибудь наклеечку наклеить почему бы и нет и будет тогда осенняя тема правильно же сейчас мы так и сделаем единственное только я как всегда буду сейчас долго и нудно определяться как чего хочу чего не хочу так давайте я вот эту прикреплю значит наклеечка девчат мы наклеиваем на топ без остаточной липкости перед тем как фольгу отпечатать на рисунок мы с что сделали перекрыли ноготочек топом без остаточной липкости в нашем случае в нашем случае в это был топ теклас да и поэтому например вот наклеечку можно прям сразу наклеить на топ теклас пусть где-то вот здесь вот болтается ничего страшного не произойдет если она здесь побудет и например какую-нибудь наклеечку не знаю наверное золотишечком будет все-таки лучше смотреться как вы на это смотрите или просто какую-нибудь черную надпись о кстати да как вариант давайте просто черную надпись приклеим и и все на этом можно вот так можно вот так давайте сейчас посмотрим какая у меня рука не не дрогнет какую я быстренько сниму сейчас то и приклеим по поводу вот фона да вот мы сейчас с вами сделали как бы фон по большому счету и вот сюда мы можем этот фон как бы ну любую наклейку наклеить и как бы изменить но под любое время года если бы можно было и цветочки можно было бы сюда куда-нибудь по границе прикрепить и скажите что еще и те живут веточки листочки сейчас у меня даже где-то есть пинцета я почему-то про него забыла сейчас мы так вот уровне все прикрепили и перекрыли топом текласс можно кстати на самом деле можно перекрыть ультрашайном до ультрашайном или теклассом или любым другим топом которым вы работаете ну не знаю матовым топом я не вижу смысла перекрывать раз уж мы сюда фольгу добавили ну матовый топ просто блеск фольги уберет и будет просто как будто металл правильно значит все-таки здесь есть небольшой объем поэтому с элементами выравнивания да можно пальчик перевернуть выровнять поверхность и потом уже просушить просушиваем ну и под шумочек да еще один вариант делаем с самогодней декорации тем более что фон уже у нас готов я тут правда к нему чуть-чуть его уронил так все я просушила просушила перекрываем топом безостаточной липкости в нашем случае это т-класс это т-класс наносим т-класс тонким слоем немножечко отпечатаю фольги совсем чуть-чуть не буду много и возьму в работу вот эту новую декорацию nail cross 5d как он у нас называется обзывается так мерцание номер 12 мерцание видите такие звезды красивые я попробовала на один типсик мне очень понравилось поэтому решила сразу до начать вот с этого видите такой вот царь и ноготь по большому счету пока сохнет мой т-класс высох например да и естественно я его взяла бафик и забафила я уберу с экрана типсу потому что это чтобы голова не закружилась аккуратненько забафила сама сказала уберу и не убрала все чуть-чуть совсем забафили обязательно берем и убираем пыль до с поверхности убрали пыль все обезжиривателем самое простой до способ вот поверхность видите такая стала мутненькая так черная гелевая краска черный тюльпан уже показывала вот продается и в тюбиках и в баночках видите вот это тюбик тюбика кстати 10 грамм до в баночке 5 грамм теперь аккуратненько граничку до от объем буквально чуть-чуть если можно было наклеить какую-нибудь шарми кончики вы шарми кончик наклеила просто метод такая изогнутая линия получается поэтому я думаю что удобно будет сделать от руки до так и так по границе до по границе аккуратненько сейчас от объем границу сначала а потом добавим еще парочку линии в разные стороны набираю краску девчат старые чтобы кисточка всегда была чистенькая чтобы красочку набирали только на кончик кисточки можете немножко выйти за пределы раз соединили и вот сюда немножечко уйдем видите так вот плавненько если есть желание можно где-нибудь там соединить эти линии между собой но так как мы будем с вами добавлять сейчас декорации по большому счету я думаю что много что закроется и не надо будет особо париться но посмотрим вот так мы в центре это точно будет какая-нибудь украшал когда который в принципе закроет даже место где у нас линии с вами состыковались вместе так просушиваем одну минуту и пока будет сохнуть я пролистаю обратно и посмотрю какие были вопросы так а пока мы вот сюда вернем эту штучку дрючку чтобы было видно что мы пытались изобразить такой прям знаете это смотрю через экран телефона прямо я не знаю вырви глаз какой-то прям ну прям горит вот этот красный плюс кошачий глаз плюс фольга ну вижу любители яркого почему нет то есть любители спокойных покрытия есть любители ярко ну вот я думаю что удовлетворили так я вернусь сюда немножечко так 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 вот значит какой у вас самый стойкий топ сейчас раньше думала shine но недавно взяла он забирается сильно он задирается сильно на клиентах и на себе расстроена ложи быстро блестит хорошо но недолго меня зовут эльвира дисперсия на топе слайдер и прилипает золото так ну эльвира эльвира очень приятно значит я просто знаете как бы немножечко не уловлю какой смысл значит в любом случае смотрите например у нас вот самых два популярных топа самых два популярных и давно известных ну как бы мастерам это теклас и ультрашайн 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 переводится как ультра блеск это жесткий гель и мы его используем либо на хорошо смоделированной базой ноготь да либо на даже на гелевые ногти то есть как бы хорошо ложится хорошо блестит хорошо стоит на самом деле как бы я ничего не могу про него плохого сказать теклас но ультрашайном мы не пользуемся как промежуточным этапом то есть вот например если мне нужно перекрыть ноготь сейчас было и забафить его до перед фольгой то я конечно же и пользуюсь текласом теклас более универсальное средство хорошо сочетается с любыми гелевыми системами вот но вот как промежуточный этап теклас шикарен а вот например как завершающего покрытия мы его используем конечно но если сравнивать по блеску с ультрашайном он конечно будет проигрывать вот поэтому как бы например как верхнее покрытие я чаще использую ультрашайн наношу тонким слоем просушиваю минуту две в конце и он очень хорошо стоит очень хорошо блестит поэтому я не могу ничего сказать по поводу слайдер топа значит мы говорили сейчас про слайдер топ в каких в рамках мы говорили про слайдер топ в рамках того что если вы хотите отпечатать фольгу на фон то получается вы фон просушиваете наносите слайдер топ тонким слоем минуту слушать и отпечатываете фольгу на слайдер топ мы в принципе и пользуемся им потому что он липкий мы пытаемся на него фольгу отпечатать то есть мы ни в каких других целях вот как бы сейчас не говорили дисперсия на топе да на топе слайдер есть шикарная дисперсия минут после минуты просушки на этот слайдер топ шикарно отпечатывается фольга у вас ирина спроска анталия какой камуфляж у вас на руках ой девчат по моему софт 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 пинг что лили софт муд ой я не помню софт пинг по моему я его больше люблю софт пинг так попробуйте новый prime top он достаточно долго держит глянец и декор ну вот prime top да то же самое то есть как бы в рекламе то есть как бы ну как бы рекламирует что более жесткой да и наше всего не усовершенствуется надо просто попробовать не знаю вот ну не могу ничего про ультрашайн плохого сказать и протеклос тоже это такая теклос это вообще рабочая лошадь а ультрашайн классно блестит по крайней мере мне нравится а вот ну опять же досушите побольше просушите подруг не наносите толстым слоем наносите тоненько все будет хорошо на самом деле таняш танюш спасибо про prime тоже напомнили да действительно как бы судя как бы по рекламе то есть он должен быть хороший нарядный дизайн и красота ультрашайн затирается сильно сушу долго ультрашайн да он не может затираться он может знаете как бы он по торцам вот по торцам быстро стираются топы да в любом случае потому что ну как бы об одежду в карманах и так далее начинает затираться вы имеете ввиду торцы потому что сама как бы формула молекулы например у теклоса это пористый материал а например ультрашайн это стеклянный материал это стекло и она в принципе не должно никак затираться спрашивает почему ультрашайн желтеет на белом ну тоже для меня немножко новость евгения спрашивает попробуйте наносить тонким слоем вот например попробуйте базу нанести два слоя на белом и будет казаться что ваш белый цвет пожелтел нанесите там какой-то матовый топ толстым слоем на белый он тоже будет казаться что белый цвет пожелтел да нет это просто вы на кипель на белом цвете видите настоящий цвет геля который вы наносите будь то база или топ поэтому наносите просто очень тонким слоем просто лампа не просушивает ультрашайн поменяйте лампу да просушите подольше не знаю я вот две минуты как как отчинаш как бы вот это вот уже хоть и гель-лаки сохнут 30 секунд но топа всегда просушиваю две минуты девчат не знаю это дело привычки же правильно вы же конвейером идете один палец покрыли второй палец покрыли слушайте мы сегодня очень много раз говорим я представляю что обязательно кто-нибудь напишет одна болтовня там и такая вроде бы как так все по уму чисто рабочие моменты ну как не сказать об этом так что я заранее прошу прощения кому не нравится вот значит вот видите в минимализм до такой вот капелька кошачьего глаза немножечко фольгушечки отпечатали так ну и давайте добавим сюда никакой не осень а например вот эти новые декорации очень прикольно будут смотреться так какую-нибудь по центру очень большую прям возьмем секундочку гори 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 моя звезда давайте вот такую ну все что на бумажках да девчат все это дело размачивается в водичке правильно же у меня тоже клиент был недоволен нам пишут еще один комментарий видите у меня нет ни одной девчат на самом деле ну господи это же такое дело столько сейчас на рынке много разных вариантов но не обязательно если вам не нравится знаете как это ежик кололся и не прекращал есть кактус ну возьмите да поменяйте мне кажется так элементарно что-то кому-то нравится что-то кому-то не нравится не знаю я считаю что нормально я просто сама себе покрываю ультрашайну ну не вижу ничего плохого вот уже знаете ногти уже отросли давайте вот так вот я же постоянно в обезжиривателе я же не просто так да то есть как бы все равно какие-то дизайны делаешь и постоянно ногти в обезжиривателе когда я делала коррекцию никто помнит недели две назад три смотрите ну вот я просто обезжирила сейчас сверху классно блестит ничего сказать не могу уже ногти знаете все порыпаны ну вот ультрашайн не знаю кажется вот это такое знаете элементарное поменять материалным ну какой-то другой взять то попробовать да и все так проверить я думаю что я просто читаю зависаю иногда и читаю проверить да я думаю что нас смотрят менеджеры поэтому девчат спасибо за ваши сигналы конечно же все не вопрос менеджеры посмотрят в отдел качество передадут и все будет хорошо а мы с вами добавим нашему царь ногтю еще и стразиков сейчас давайте это просто мокрая салфеточка у меня лежит как обычно в коробочке так 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 чтобы еще бы добавить с красненьким нет хочу не с красненьким мне кажется с белым лучше видно это какой-то мой такой когда белые стекляшки на темном фоне они будут лучше видны так это же у нас слайдеры да такие вот камушки девчат ну давайте еще один и все так все вырезала ну конечно подробно вырезать не надо но просто лишнюю бумажку то стоит убрать правильно же так все ну теперь девчат на липкий слой конечно же все это надо закрепить заодно и выравнивается у нас поверхность ногтевая значит слайдер топ либо тонким слоем базу либо с тонким слоем слайдер топ тонкий 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 ой у клиентки ноготь отвалился очень 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 тоненько выравниваем поверхность прямо практически с продиранием просушиваем он виолетта тут нас поддержала господи спасибо большое спасибо за обратную связь ультрашайн огонь сейчас пользуюсь только им не знаю правда девчат так смешно на правда ну если не нравится зачем кушать то что не нравится возьмите то что нравится на самом деле вот эти новые топы вышли которые тоже я считаю не имеет смысл попробовать ничего страшного не будет если вы попробуете особенно знаете на своих подружках потому какие-то соседка подружка самый лучший до способ испробовать которая не обидится уже на сто процентов так делать завершению красота прям камушки что надо да царь ноготь куда тут больше места это чтоб не показалось мало дам уже всегда говорим про дизайн и которые это все лучшее сразу дорого-богато да что такое они такие довольно таки тяжеленькие я говорила что фольга где-то будет видно где-то не будет видно но это же чтобы вот у нас прям вот много-много радости девчонкам примесла кто любит камушки прямо вот тоже доктор прописал все пусть будет вот так после того как вы слайдер прикрепили девчат конечно же нужно просушить подсушить обязательно любой слайдер и объемный в том числе нужно обработать ультрабондом или праймером кстати вот на таких вот объемных штучках дрючках на объемных слайдеров девчат когда вы обрабатываете ультрабондом пленочка полностью как бы растворяется остаются только камушки аккуратненько обрабатываем ультрабондом сильно не гребите не скрипите там все обработали высыхает ультрабонд или праймер на воздухе так можно немножко усторить чуть-чуть помахай до чтобы воздух был так и после этого девчат закрываем топом но я возьму ультрашайн хорошо да не без пусть на меня никто не обижается и надо приготовить кисточку чистенькую ну возьму например кисточку для градиента мне нужно будет с камушков убрать лишний топ для того чтобы они остались объемными покрываем наносим очень тонким слоем все аккуратненько прокрываем натягиваем кисточку отжимаю во флакончик обратно убираем все лишнее не тут какая-то штучка дрючка покаля лякали еще сюда поставлю так и кисточка девчат для градиента мне нужно сделать так чтобы лишний топ вот здесь вот аккуратненько уберу излишечки вот здесь аккуратненько да чтоб объемчик остался все аккуратненько лишнее и просушиваем просушиваем одну-две минуты да чтоб хорошо топ просох чтобы все блюз тела и так далее так а пока вот так вот сделаем яркие согласно кричащие согласно я бы себя никогда такое не сделала тоже согласно на самом деле просто мы иногда как бы вот приходит иногда клиент а вот ей хочется например яркого и естественно как бы нравится вам или не нравится хочется удовлетворить все-таки желание клиент поэтому есть клиенты которые любят пастельные оттенки есть клиенты которые любят просто белый френч а есть вот такие вот любителей яркенького видите все она за за полимеризовалась и становится дубовым видно и объемчик сохраняется поэтому убираем лишний топ с поверхности вот этих камушков не получается у нас вот так вот царь царь ноготь ну что большое вам спасибо девчат за ваше внимание мы сегодня с вами работали с гель-лаком цвета 423 вива маджента к нему мы добавили кричащее пятно с помощью гель-лака кошачий глаз номер 433 423 423 и 433 до добавили в в работу фольгу фольгу отпечатали на черный тюльпан у меня кстати вот желтое золото вот если надо было все-таки взять благородное золото она такой знаете чуть поспокойней цвет не такой ядовитый то есть это прям такой ядовито ядовитый цвет вот отпечатали фольгу на черный тюльпан это гелевая краска с шикарным дисперсионным слоем говорили о том что если хочется отпечатать фольгу на фон то фольгу лучше всего печатать вот допустим если кто работает на материалах а именно слайдер топ и черный тюльпан и слайдер топ я сушила одну минуту и после этого отпечатала фольгу обязательно когда вы фольгу отпечатываете конечно же нужно обязательно перекрыть топом да вы не можете отпечатать фольгу и оставить так вот и получается что мы с вами добавили вот такой вот яркий слушайте я конечно на них смотрю вот честно с моим черным френчем конечно такие прямо цвета это штучки дрючки но прикольно вот из всех мне конечно вот нравится вот эти вот прикольные все-таки на новый год можно до забабахать что-то такое а вот всем огромное спасибо если нужно сделать скрин сделайте вот я надеюсь что мы вам бываем полезны все таки со своими мастер-классами вот до встречи в следующий четверг тему конечно же объявят заранее удачи вам девчат побольше всем денежных клиентов но и и и и и и Продолжение следует...